Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор, собственно говоря, доллар-рубля. Значит, смотрите, в принципе, если сейчас посмотреть просто на 5-минутный график, чисто технически, да, то мы видим, что мы находимся как раз в коридоре, который был изначально у нас в тренде нисходячим. И сейчас мы постепенно, буквально сегодняшним днем, пробили в итоге середину этого коридора, прошли в границу максимальных, да, максимальной зоны 60, но, собственно говоря, сейчас попытки идут закрепиться в середине этого коридора, то есть это не ниже 59, несмотря на то, что, в принципе, тренд нисходящий. Почему это все происходит? Ну, давайте, как говорится, вернемся к истокам. Во-первых, американский рынок, да, без него тут как бы не обойдется, потому что ситуация, которая происходит на американском рынке, сейчас, безусловно, влияет на все курсы, в том числе, безусловно, и на рубль. Значит, во-первых, началась коррекция по S&P 500. Я уже говорил про то, что если мы в данный момент, вы видите, именно фьючерс, поэтому движение происходит прямо сейчас, то есть здесь сейчас он уже торгуется, в отличие от простого S&P 500. Значит, смотрите, ситуация выглядит следующим образом. В пятницу мы не удержали в итоге 4.260, вот здесь был уровень на фьюче, он немножко выше, 286, на основном S&P это 260. В итоге он его пробил и постепенно стал опускаться в сторону 4.200, на пробой 4.200, что и произошло. Дальше он еще может скорректироваться до 4.000. Все это происходит, господа, на фоне того, что с 25 на 27 августа в Джексон Холле будет проходить конференция непосредственно по денежно-кредитной политике. Там будет участвовать и господин Пауэлл, и все вообще председательство ФРС, плюс все директора самых крупнейших банков, Goldman Sachs, JP Morgan и так далее. И там фактически, можно сказать, будет вот этот штаб экономической войны, экономической политики, которая будет потом, как говорится, распространяться на весь мир. Именно оттуда рынки ждут сигналов, что будет дальше. Соответственно, все надеются, что, возможно, Пауэлл и, так сказать, все, кто там будут выступать, каким-то образом дадут сигналы, что, возможно, ставку, которая ФРС в последних протоколах стала говорить о том, что все-таки будет продолжать поднимать агрессивно 0.75 базисных пунктов, которые, собственно говоря, уже как бы практически утверждены, и, возможно, еще более агрессивно, потому что, еще раз напоминаю, американская экономика не слабнет, несмотря на то, что там, что бы нам ни говорили, реальные данные показывают, что американская экономика не слабнет. Она, наоборот, укрепляется в рамках, собственно говоря, нечестной этой конкуренции, когда они устранили практически всех конкурентов в виде России, Китая и так далее, и продолжается этот процесс в дальнейшем, то, естественно, американская экономика, как истинный вампир, как говорится, за счет вытягивая энергию с других, как говорится, рынков, с других стран, он, безусловно, продолжает чувствовать себя прекрасно, клуб наполняется этой энергией, и, собственно говоря, естественно, на них это не влияет негативно. То есть проблемы с энергетикой, прежде всего, у Европы, у США таких проблем нет, они очень много заколонизировали за это время территории, качают оттуда энергоносители, это уже нефть, газ и так далее. Притом заставили покупать только у них. Ну, в общем, вы должны понимать, что все это, безусловно, говорит о том, что в американской экономике, как бы нам ни хотелось, и как бы нам об этом ни говорили, у них все неплохо. Все неплохо. Единственная проблема в том, что те, кто их поддерживает, ну, не своей волей, естественно, а по их указке, вот они могут на этом пути не выжить, и тогда это их тоже ослабит. Вот этот момент надо учитывать, потому что все равно, как говорится, любой вампир живет до тех пор, пока есть жертва, с которой можно сосать эту энергию, да, и кровь. Вот. В этой ситуации, естественно, проблемы у Европы есть, и плюс еще надо не забывать, что как ни крути, поддержка населения. Это тоже имеет огромное значение. А мы знаем, что впереди выборы у США, промежуточные, и, безусловно, республиканцы сейчас очень сильно могут, скажем так, надавливать на них, да. Вот, например, была даже история с нефтью, да, мы сейчас к ней тоже подойдем, когда судья, который, можно сказать, в свое время установил Трамп, заблокировал мораторий, собственно говоря, Байдена на аренды новых, скажем так, мест, где можно добывать нефть, да, где, может быть, новые уиски открывать. Вот. То есть там тоже борьба политическая идет между партиями, это надо учитывать, но, естественно, демократы пытаются сейчас всячески показать, что при них, наоборот, все хорошо, и республиканцам, соответственно, не дать возможность переизбраться и занять большинство в Конгрессе, а также, соответственно, не привести к власти Трампа. В общем, нельзя смотреть на доллар-рубль, не рассматривая все аспекты, которые, собственно говоря, связаны, как прежде всего, и с геополитикой, и с экономикой, и, соответственно, даже с этими тайными, всевозможными заговорами и так далее. В общем, ситуация следующая, что сейчас рынок американский пока находится под давлением и двигается в сторону 4 тысяч, при этом, при этом надо учитывать, что риски подъема ставки растут, а значит, доллар будет крепкий, да. Мы видим как раз эту картину, что доллар начинает постепенно укрепление, несмотря на то, что, собственно говоря, сейчас как бы фактором, который, скажем так, сдерживает, это продажа той выручки, которую производят наши экспортеры. 25 августа это, собственно говоря, будет пик этих распродаж, и вот там, скорее всего, оттуда уже начнется уже полноценное укрепление доллара. Естественно, все ждут сигналы с Джексон Холла, это надо понимать. Значит, смотрите, если посмотрим по диапазону дневному, то мы увидим, что середина коридора на самом деле – это дневка, да, то есть каждой свеча у нас один таймфрейм, получается один день. Значит, 61 – это пока видится как середина этого коридора. 59 – вот этот диапазон, да, это как нижняя зона этого коридора. Если цена пойдет ниже, то она может уйти в район 57,5. Это будет просто еще одна зона волатильности, да, которая, соответственно, тогда займет коридор между 57-59. То есть уйдет ниже, если от 61 и пробьет 59, то будет ходить от 57,5 до 59. Если уйдет еще ниже, что я слабо верю вообще, это будет от 56 до 57. Вот такой диапазон. Но, скорее всего, конечно, этого не произойдет. Я думаю, что в ближайшее время, даже после пика, можно сказать, вот этих вот, когда будут экспортеры, собственно, реализовывать свою выручку, то, может быть, попытаются продавить на 57. Хотя слабо в это верится, потому что, еще раз говорю, ситуация, связанная с тем, что в Джексон Холле могут поднять ставку еще сильнее, естественно, окажет поддержку. Смотрите, теперь с нефтью. Нефть у нас, естественно, в ожидании всей этой ситуации с Джексон Холлом, да, потому что она, естественно, тоже будет под давлением за счет этого. Если ставки будут расти, то, безусловно, цены на нефть будут падать. Вот смотрите, 96. Помните, я вам говорил в прошлом видео, что мы восстанавливали вот этот уровень 96, для того, чтобы после этого была возможность подняться на 100. С нефтью тоже все не так просто. Там, как бы, надо учитывать, что на нее влияет, во-первых, а, иранская сделка, б, то, что, собственно говоря, в Китае идет замедление экономики, ц, что, собственно говоря, ставки растут по непосредственно доллару, а цена на нефть номинирована в долларах. Ну и, соответственно, все эти, скажем так, факторы, они приводят к тому, что цена нефть пока сдерживается. Несмотря на то, что мы видели последние данные по запасам вышли достаточно низкие, минус 7 миллионов баррелей, и это, безусловно, говорит о том, что спрос на нефть восстанавливается. В целом экономика, скажем, того же США, как мы уже говорили, в рецессии не находится, поэтому ставки поднимать они могут. А, собственно говоря, скажем так, мировая экономика, она за счет всех этих, так называемых, процессов свободного рынка, как там говорили, да, нам рассказывали очень много про свободный рынок и про ту руку рынка, которая все расставит на свои места. Ну, по-моему, теперь уже ни у кого элизии нет, что все это полный бред, что все это, что вдалбливали в голову, это все абсолютная чушь, что на самом деле никакой честной конкуренции свободного рынка не существует, что все достаточно просто создать какие-то санкции, указать кому что делать, и, в принципе, все будет работать и лить воду на твою мельницу, как это делает США. То есть разговоры о том, что якобы рынок должен быть независимый, и рассказывали нам именно сами, простите, англосаксы, да, то есть Америка, Европа и прочее. Все это полный чушь и бред, и люди, кто живут еще в иллюзиях и думают, что на самом деле что-то там происходит естественным путем, должны уже давно, как говорится, забыть об этом, да. Абсолютно ничего не происходит естественным путем. Все делается в рамках интереса кого-то. Поэтому, естественно, рынок, как и сейчас, испытывает абсолютно ненормальные процессы, нечестные конкуренции, давление регулирования. То есть когда там разговаривали нам очень много либеральных, скажем так, у нас заинтересованных товарищей, всегда рассказывают нам про то, что как все у нас происходит, собственно говоря, неправильно, как у нас в СССР была плановая экономика и так далее, что все у нас регулировалось, а вот сейчас вот свободный рынок, вот все должно работать так, ну, господа, тогда мне покажите, пожалуйста, какой сейчас у нас свободный рынок и как работает все в естественных процессах экономики. Когда созданы абсолютные монополии, когда созданы абсолютно неконкурентные, абсолютно не по-настоящему конкурентные, скажем так, условия, когда честной конкуренции, слово, можно забыть в принципе и рассказывать это про то, что там кто-то что-то сделал не так, ну, господа, либо мы говорим о том, что все естественно регулируется, либо мы забываем и рассказывать вот эти сказочки про то, что всесильная рука рынка, а плановая экономика – это вред, да? Так что давайте не будем к этому возвращаться, просто надо как бы вот эти аспекты учитывать, что на рынке то, что сейчас происходит, это абсолютно неестественные, еще раз говорю, процессы, которые регулируют внешний, абсолютно внешний рычаг и которые воздействуют так, как ему это удобно и как это нужно именно ему, то бишь США. Поэтому в этой ситуации, естественно, все находятся в зависимости, нефть безусловно тоже подчинена этому рычагу, ее тоже, несмотря на то, что Америка пыталась это сделать за счет, как я уже говорил, увеличения добычи, не получилось, потому что тот же ОПЕК был в свое время, как говорится, оскорблен самими США, потому что Байден недалекий у нас все-таки президент сейчас Америки, и, собственно говоря, в этой ситуации они, конечно, проиграли с возможностью именно увеличить добычу, но они зато есть, скажем, имеют возможность увеличить предложения на рынке за счет того, что они просто тупо берут с тех стран нефть, которая находится под их контролем, то есть те, которые, скажем, доноры, из которых они сделали, те территории, которые они цветными режимами с помощью системы управляемого ХАСа перевернули. Вот, это первый момент. Второй момент, конечно, ситуация с всякими ковидными темами, которые, естественно, приводят к возможным рискам локдауна и прочее, а это, безусловно, снижает опять спрос на нефть, и, естественно, тоже ее, можно сказать, сдерживает в ценах, ну и плюс, соответственно, иранская сделка, которую всегда достают, когда это удобно, ну и надо учитывать, безусловно, военную ситуацию, которая тоже сейчас абсолютно позволяет вводить во всевозможные ограничительные меры, объявлять там государство другие террористами, соответственно, накладывать всевозможные ограничительные меры, заставлять регулировать цены, и вот это все, вот это все все вместе, безусловно, дает возможность сейчас цены на нем сдерживать, хотя они могут быть абсолютно другими. Но ситуация может поменяться в любой момент, это надо учитывать, поэтому, на самом деле, конечно, доллар-рубль сейчас, скорее всего, за счет, скажем так, укрепления доллара пойдет, безусловно, рубль вниз. Надо учитывать еще тот момент, что в сентябре Центробанк может выступить, начать выходить со своими интервенциями, и мы вернемся вот к этому, собственно говоря, сценарию по доллар-рублю, который был у нас, когда курс был 63.50. Вообще, как мы знаем, бюджет в свое время был сверстан 75 рублей, цели у нас там такие есть, но этот процесс, я думаю, все-таки будет происходить постепенно. Более того, скажем так, непосредственно интервенции наш Центробанк будет проводить именно в валютах дружественных, таких как, например, юань. Это надо тоже учитывать, поэтому доллары напрямую покупать никто уже больше не будет. Но, по крайней мере, заявляется это сейчас. Дальше ситуация, конечно, может поменяться, так что в итоге, подводя итог, смотрите, показываю непосредственно на 5-минутном графике, пока находимся в зоне продаж. Вот мы зашли буквально, когда 60 пробили, и вот постепенно-постепенно снижаемся. Локально у нас тренд еще может продолжаться на 59.20, а в целом возврат на 59.70, вот в эту зону. Но вот этот вот 59.40 надо будет при этом преодолеть. Это то, что касается технического, скажем так, как сейчас аспекта, непосредственно внутри, скажем, сегодняшнего дня. Дальше, по поводу дневного графика, я уже сказал, что, естественно, возврат будет в район 61, как минимум, это где середина. Надо просто дождаться сейчас ситуации, связанной с экспортерами. Ну и, соответственно, если герть у нас пойдет укрепляться выше 97, то есть выйдет за 96, 97 и пойдет в сторону 100, то это, конечно, может оказать еще поддержку рублю и плюс продажи экспортеров, безусловно, до 25 августа. Но Джексон Ход, господа, может поменять все достаточно быстро, поэтому надо учитывать этот момент. И, в принципе, ожидаю все равно укрепления в район 63, 50, 64. Не сразу, конечно. Для начала нам надо будет выйти за диапазон 60. Как только экспортерные перестанут продавать выручку, я думаю, за 60 мы очень быстро вернемся и дорога откроется на 61, 50. На этом, господа, все. Дальше уже непосредственно будет завтра, в завтрашнем выпуске. Еще раз напоминаю, кого интересует не только, собственно говоря, доллар-рубль, подписывайтесь на наш телеграм-канал Trader Club, да, Trader Analytics. Мы там проводим абсолютно разбор всех инвестиционных инструментов, акции разных стран и так далее. Прямые эфиры у нас проходят, можете присоединяться к ним, там можно обсудить, у нас всегда есть полемика. Так что, милости просим. На этом все. И, соответственно, до завтра.